Всем привет, с вами Diffusium, и я начинаю новую серию уроков по программе Anime Studio Pro. Уроки будут у нас в разделе Cheat Sheet, что в переводе с английского означает подсказки, ну или шпаргалки. В общем-то, в этих уроках я буду рассказывать про трудности, которые могут возникнуть в Anime Studio Pro и их решения. Также всякие интересные вещи буду рассказывать. И, в общем-то, первый урок я хотел посвятить такой теме, как заливка. А именно, проблема с заливкой, то есть, то ли не заливается что-то, то ли не соединяется, поэтому нельзя залить. Во-первых, это может возникнуть из-за обычного нубства, то есть, мы вот рисуем что-нибудь и хотим соединить. У нас не соединяется, мы мучаемся, да что ж такое-то, что ты не соединяешься. А вся проблема заключается в том, что мы, когда рисовали, не поставили вот тут вот автосоединение. Если мы тут галочку поставим, то у нас все отлично будет соединяться и заливаться. Следующая проблема, когда мы выбираем инструмент заливки, мы заливаем, а у нас не заливается наше тело, нашу заливку саму не заливается, а заливаются только контуры. Теперь смотрите внимательно, вот тут есть такие три настройки, и, возможно, вы нечаянно поставили сюда, и поэтому у нас заливаются только контуры. Первое, настройка это только заливка, то есть, он только заливку будет заливать, а второе, только контуры он будет заливать, а третье он и то и другое будет заливать. Ну, с этим мы сделали. Также у вас, возможно, на какой-либо из кадров переведен, то есть, вы что-то нарисовали, а потом случайно перешли на какой-либо из кадров, и у вас вообще исчезло это все дело. Но у меня тут есть такой интересный инструмент, который позволяет любое время делать заливку. И теперь посмотрим. Мы это все удалили, да, хотим заново залить, и все у нас отлично теперь получается. То есть, заливать можно только на нулевом кадре, или заходим в предпочтение, и ставим галочку, точнее, и снимаем галочку вот тут вот. Доступность использования инструментов рисования только на нулевом кадре. То есть, если галочка стоит, то у нас инструмент рисования появляется только на нулевом кадре. Если галочка не стоит, то в любое время мы можем дорисовывать или что-то еще делать. Такие нудские проблемы я разобрал, а теперь идем к следующей проблеме. Это вот такая вот проблема. То есть, мы тут что делаем, делаем, заливаем, решили залить это, что-то он не заливается. Потом смотрим внимательно и видим, что тут две точки рядом расположены. И в этом вся, в общем-то, проблема. Теперь у нас все спокойно залилось. То есть, если у нас не заливается, и все, о которых предыдущие описанные проблемы, и тут все правильно настроено, и все равно не заливается, то мы смотрим внимательно на каждую точку, которая тут расположена, и удаляем ненужные точки. Также старайтесь как можно больше очистить вашу фигуру от ненужных точек. Допустим, тут она не нужна. Не очень сильно уж прям изменяет вид нашей фигуры. Вот это, допустим, тоже нам не нужно. Но намного меньше расходится памяти для работы в Аниме Студия Про. То есть, если вот я в свое время создавал машину, в которой было очень-очень много точек, когда ее добавляешь в какой-либо проект, начинает ужасно лагать просто. Поэтому советую как можно лучше упрощать. Если вам лень делать вручную, то положитесь на машину. Это вот тут делается. Скрипты. Рисование. И тут у нас упростить точки. И мы тут уже выбираем. У нас точки упрощаются. То есть, как мы видим, программа сама убрала лишние точки. Если вам лень это делать. Следующая проблема. Вот, мы тут все нарисовали. Но рисовали мы карандашом. И так невнимательно, что вот так вот непонятно, как нарисовали. И теперь у нас вообще ничего не заливается. Сейчас я вам объясню, как решить эту проблему. Во-первых, смотрите. Опять-таки, можно упростить большое количество точек. Но с этим-то у нас все в порядке. А проблема у нас вот тут. Как мы видим, тут где-то что-то наскакивает. Где-то что-то вообще выворачивается. Что-то точка с точкой слилась. В этом случае нам поможет инструмент удалить края. Правда, все остальное тоже удалится. Но зато мы добьемся требуемого эффекта. Удаляем все ненужные кривые. И при случае, если уничтожится, вот как сейчас, мы их дорисовываем. И вуаля, теперь у нас это все заливается. И вот, у нас получилась фигура. Также, если вот остаются вот такие проблески, и они не заливаются, переходим вот в этот режим. И заливаем уже контур. Эту проблему я тоже разобрал. И теперь третья проблема, которая вообще очень легко можно решить путем обмана Anime Studio Pro. Возможно, вы уже заметили то, что тут я вообще нажимаю, у меня ничего не делается. А смысл в том, что тут две точки, которые мы случайно не соединили. То есть, бывает такое, что вы рисуете, а потом случайно проходите, и этого не замечаете. И поэтому не заливается. Чтобы обмануть Anime Studio Pro, как я называю, нужно просто откатить, отмасштабировать так, чтобы Anime Studio Pro само приспособило точки. И в итоге, так, это мы уберем, нам нужна заливка. Вот. Она сама заливается путем сливания нескольких точек. То есть, тут было две точки, он соединил их в одну. То же самое тут. Тут вообще очень рядом расположено, поэтому может получиться и так. Нет, так не получается. Вот, откатываемся назад, и все отлично заливается. Это самый старый дедовский способ, который помогает вот в таких случаях. Просто откатываемся назад. Это вообще в самом начале следует делать. Anime Studio Pro само сольет рядом расположенные точки. Ну, достаточно близко, если они, конечно, расположены. И вот. И зальет наш объект. Итак, спасибо за внимание. Это был первый урок подсказок по Anime Studio Pro. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok